МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у Калинковича Хурашиста открыли новый будинок районного суда. Он находится на месте, где размешался попередний будинок, но его площадь увеличилась больше, как на полову. Какие изменения можно увидеть в его стенах, и на что потребны эти нововведения, ведут наши корреспонденты. Не смотря на достаточно морозную ранницу, все сотрудники Калинковичского районного суда и достаточно значительная колька запрошенных гостей, включающие керамику облаконками и старшиню Верховного суда, принимают уделы в рачистом открытии. В конце этого события тут ждали. Эксплуатация старого будинка началась еще на початку 90-х. По словам старшины суда Александра Барановского, он был побудован невельми якосно, тому лета сего стан оценивался как передоваренный. А про то, что створенные неколи умовы для судей и наведывальников уже не отповедали навыд минимальным потребованиям. На этот раз будовники спрацовали без завах, причем работы завершили на два месяца ранее термином. Так само суд оснастили сучасной видео- и аудиоаппаратурой. Основной вопрос – это наполнение. Не только передвинуть там где-то стены. У нас установлено очень современное оборудование. Все компонсизировано, у каждого компьютеры, системы сети, сервера. Установлена система аудио-видеопротоколирования судебных процессов, которые практически у нас одна только в области ввели. То есть все процессы записываются, если же так проще говорить. Ну и современные системы связи, доступа ко всем информационным базам, которые есть, электронная система связи. Все это такими системами оснастят все областные суды. На протягу пяти годов – районные. Это позволит контролировать работу судеб непосредственно с будинка Верховного суда, что повинно повысить якость их работы. А про то, что в новом будинку створили безбарьерное осеродье. Для инвалидов-колясочников продуглежен особный лифт. Для людей с дренным зроком – специальное напольное покрытие и шрифт Брайлина в выходе во все кабинеты и залы. Что тычется площадь Калинковицкого районного суда, то и она повеличилась на 60%, что дозволило створить больше зручные умовы для судеб и наведывальников. Когда мы полностью перейдем на такую систему правосудия, фактически это и будет новый уровень правосудия. По качеству, по уважению, признательности людей к правосудию. Потому что такие здания формируют уважение к праву, к закону, справедливости. Здесь не только для судей все будет очень удобно и комфортно, но главное для людей, которые будут сюда приходить. Потому что, как вы видели, все создано, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Это международные стандарты. И я думаю, что в таких залах будет не стыдно нашим гостям показать. В том числе и зарубежным экспертам и специалистам. Алексей Нтером, Марина Джала, Валерий Гопанько, телерадио-компания «Гомель» с Калинковича. Выконаны все показчики. Задача заховать и примножить. Выники социально-экономичного развития Гомеля за 2019 год и планы набегучее. Обмерковали сегодня на посажении Гарвы Конкама. Прогнозы, высновы и перспективы. В материале Евгений Кухаронак. Летошние выники социально-экономичного развития Гомеля можно назвать поспяховыми. Выконаны все показчики. По особенных есть перевышение прогнозов. Так, объем промых замежных инвестиций на чистой основе склав больше за 40 миллионов долларов США. В тот час, как у планах значилась лишь 18 миллионов. Взнешнеэкономичная деятельность Гомеля в минулом году так само динамично развивалась. Становчив оценку работы с замежными партнерами, далее предприемствам, резидентам свободной экономической зоны, коммунальной формы подпорадкования и безведомостным организациям. По экспорте послуг добро спрацевали специалисты IT-сферы и будовництва. Задача на 2020-й – не страстить позиций. Цели и задач у нас фактически те же. Это успешная финансовая, внешнеэкономическая, инвестиционная деятельность. Но проекты, разумеется, обозначены. Мы знаем, где будут основное получит развитие город. В первую очередь, это развитие промышленного производства, расширение уже действующих площадей и мощностей, и освоение новых видов продукции. Для гандлёвой Галины Гомеля 2019 год был достатково насыщенным. Открыты немало объектов громадского харчаванья и гандлёвых кропок. Утымлик у буйных и долгочаканных для гамельчан. Вселетние планы так само продугледживают заявления на карте города, новых магазинов и кафе. Шматфункциональный центр открыт на месте блога привокзального рынка. Некальки кропок презентуя вядомая гандлёвая сеть. Откроются минимум два объекта под брендом «Грин». То есть это магазины достаточно крупные, с широким ассортиментом продовольственных товаров. Среди объектов общественного питания тоже мы планируем открытие порядка четырёх объектов, но они небольшие, не такие значимые, как в этом году, как «Макдональдс» и «Питстоп». Решением «Гарвыконкама» намечены меры по завеспечению становочей динамики роста экономики Гомеля, выполнению ключевых показчиков эффективности работы «Селета». Евгений Кухарунок, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». Гомельский областный комитет природных ресурсов у Яхова Новокольного Сяродя подвел выники работы за минулый год. У посажения коллеги принял дел наместник министра Александр Корбут. С подробностями Ганна Корольчук. Сустреча началась с выника контрольной деятельности. Так, за 2019 год областный комитет выявил коля 11,5 тысяч порушений. Кладено больше за полторы тысячи администрационных протоколов. За причинение шкоды Новокольному Сяродю проявлено 125 претензий на сумму больше за 116 тысяч рублей. В тот же час Александр Корбут подкреслил, что проверки, которые проводят министерство и комитет держконтролю, протягивают знаходить порушения не только в районах, однако и в областном центре. И он дал доручение мясовым специалистам больше пильно сочить за ситуацией. И на протягу года навести парадок, как минимум, в Гомеле. Для этого, например, селета с допомогой квадрокоптеров створит карту системных несанкционированных звалок и будут сочить за имя с допомогой фотопасток. А кроме того, наместник министра вызначил приоритетные направки работы в 2020-м. В лесах на сегодняшний день есть проблема на водоемах, как сегодня наши люди отдыхают. Мы это тоже видим, что, к сожалению, культура отдыха надо тоже прививать. Использование, конечно, пластика в нашей жизни в последнее время, это тоже стало основным вопросом, которым необходимо, и будем уделять внимание. На сегодняшний день одноразовая посуда, пакеты полиэтиленовые заполнили наш весь целый мир. И мы видим, что они находятся везде, и применение их необходимо уменьшить. А кроме того, поседжение принял отдел Миколай Васильков, старшиня постоянной комиссии по питаниях экологии, природокористания, Чарнобильской катастрофы, палаты представников. Поводля слов депутата, законотворцам требует поддерживать постоянную совесть с практикующими специалистами. Как ведать реальную ситуацию и найти пробелы в законодавстве, которые негативно вплывают на стан новокольного осеродзе. Недавно был принят закон об охове и выкористании торфянников, которые в первую очередь регламентуют эту сферу на узровне законодавчика акта. Он накированный на заховании болот и обновлении их биосферных функций. Все это так само планируется новое уведение. Мы приступили к работе над такими законодательными актами, как закон о гидрометеорологической деятельности. И в ближайшую перспективу у нас на 2020 год запланирован рассмотрение законодательного акта о так называемый закон о недрах. Мы хотим использовать опыт международных организаций в части внесения изменений в законодательные акты о растительном и животном мире и изложить положение о так называемом сохранении генетического материала. В опошлый час питания экологии набыли особливое значение. Приклад тому – изменение климата и надзвучайной ситуации у инших краинах. Кабь изменить ситуацию, потребны значные сродки для реформования экономики. Однако и громадство повинно изменять свою экологичную свядомость. Например, не только сортовать сметки, а и выкористовывать для покупок сумку с тканины замест пластиковых пакетов. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, Телерадио Компания «Гомель». Промые телефонные линии с представниками мясовой улады пройдут 8 лютого. У Гомельскими облаконками на пытание громадян откажет наместник-старшини Уладимир Прывалов. Телефон для совести 33-12-37. У ГТШ спрымать звонки будет керавник справа Гомельского гарваконками Алексея Васюченко. Звернуться можно по номеру 33-07-62. Промые линии, как известно, будут спрацовать с 9 до 12 годин. У Гомеля проходят спартакиада воинских частей, комиссариату и организации Гомельского гарнизона. С попорницей войсковцу промеркованные до дня оборонца Вальшины проходят в третий раз. За перемогу змогаются 6 команд. У их лику не только воинские части, комиссариаты и другие организации, а также команды военно-транспортного факультета Белдута и военные кафедры Медуниверситета. У программы спартакиады волейбол, настольный теннис, протягивание лини и стрельба стабильной зброи. С попорницей допомогают войсковцам мы делаем сводные команды из воинских частей, которые близки по своей служебной деятельности. Поэтому в этом плане еще большее взаимодействие, еще большее сплоченность и дружба между военнослужащими, оно играет свою роль. И поэтому наш коллектив, я считаю, в Гомельском гарнизоне достойно представляет вооруженные силы на нашей Гомельщине. Мастерство оживлять предметы, башить неизвышанное у повседенным. Народный майстер Беларуси Валерий Минков створает соправданные шедевры с древа. Его работы уникальны и тому, что Амаль Кожна заявляется авторской. С майстром, який сделает свою творчество, состроился Дмитрий Котов. Идея для своих работ Валерий Минков никогда не запозычивает у других майстров и принципово не корыстается интернетом. Каждый сделанный здравненный предмет выник богатой фантазии. Вот такие работы сделаем. Сувениры для молодоженов. Ложка одна и вторая, как моглося для мальчика, как моглося для девчинки молодых. Это все сделано с одной заготовки. То есть была цельная древесина, брусок такой, чтобы жили совместно, неразрывно. Многие годы Валерий Минков делится своими уникальными навыками с детьми. У его майстерни за все депанует атмосфера творческой працы. Раместник научает володанию техникой, выкористанию и разумению остатских особенностей материалу. На уроках дети учатся бачить незвычайное и отшивать природу. Вот, Богдан, смотри, здесь немножко уберешь грань. Вот эту так. С этой стороны. Потом с той стороны симметрично, чтобы он был твой ежик такой кругленький. Пробуй. Валерий Минков – человек степлый. И он не приписывал все творческие заслуги только себе. А на двород, за все-то с гонором заявляя, что ему допомогают дети. Вот и новый масштабный проект мастер робит разом со своими вушнями. Древо життя – виолизное дровляное панно, на яким будут адлюстрованы самые галлоны и падеи из истории Добружского района. Вот это одна деталь. Стоит ствол большого дерева. Вот это вторая часть. И там еще будут добавки крона. Высота больше трех метров. Такое большое, как панно, оно будет к стенке. Будет стоять музей. Это древо життя Добружского района. Здесь будут знаменательные даты, которые были в нашем районе. Валерий Минков отримал сусветную популярность. Он постоянный удельник разных выстав, как областного, так и республиканского значения. Лауреат шматрических конкурсов. Узнагородженный медалем за захование и развитие народных промыслов и традиций. Такое признание для майстра лепше любой визитной картки. Хоть головным для Валерия Минкова за все-таки заставалась творчество. А у знагороды и популярность – приемный бонус. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель», Добружский район. У Музея истории, друку и фотографии «Гомельщины» с початку ты дня працует выстава с ужасной каллиграфией и летаринга. Официйное открытие отбудется только завтра. Справа в том, что организаторы вырешили презентовать новую экспозицию в формате майстер-классу по каллиграфии. Гомельщанам пропонуют створить тематичную открытку до дня Святого Валентина. Улику перших глядачов выставу наведала наша здымашняя группа. Каля 40 работ представили два столичные дизайнеры – Олена Григорьева и Мила Романова. Обе эти сумешают профессионную деятельность и захопление каллиграфии и летаринга. Да, ведомо, эти накерунки мастерства вельми подобные. У вынику отримовывается пригожий шрифт. Однако, в одном выпадке его молюют, а в другом пишут. За подробностями Музей истории, друку и фотографии «Гомельщины» запрашает на выставу. А зараз про надворье. У регион снова выйдет потепление. Завтра слупок термометра зафиксует 2-3 градуса за знакой «минус». В неделю чекается каля нуля. У гэтаждень махшимы опадки в выгляде снега. Починаючи с понеделка, поветро пошнее прогреваться до плюсовых температур. С початку до 3-4 градусов, а с сирады до 6. На протягу сего тыдня прогнозуется так само дождь и снег. Гэтаж и новинные информацию о проектах «Телераду» компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершенный. У всех доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В лесу Лельчевского района обнаружили штурмовую авиационную бомбу. Находка пролежала там со времен СССР. Боеприпас был обнаружен в 6 километрах от деревни Будософиевка. В Лельчевский район выехали саперы. Специалисты определили, что это штурмовая авиационная бомба ШМ-250. Ее даже не стали транспортировать и обезвредили на месте. Хватило бы на поставку в гипермаркет. В Калинковичском районе выявлена нелегальная перевозка партии сигарет. На автодороге М10 инспектор ДПС остановили микроавтобус «Мерседес», а в салоне нашли коробки с табачной продукцией. В ходе пересчета было установлено, что машиной перевозилось около 54 тысяч пачек сигарет различных марок. Груз изъят. Проводится проверка. Сыщики нашли мужчину, который стрелял из обреза по автомобилю жителя Калинковича. Инцидент случился еще 29 января. На линию 102 обратился мужчина и рассказал, что его БМВ расстреляли из оружия. Были разбиты стекла, повреждены двери машины, диван в салоне и зеркала. Оперативники установили, что вмятины на дверях были оставлены дробью. На месте происшествия правоохранители нашли предметы, относящиеся к оружейному арсеналу. А через несколько дней вышли на след подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Калинковича. Гладкоствольный обрез, из которого мужчина расстрелял Х-5, был обнаружен в подвале дома, расположенного по соседству с местом жительства владельца иномарки. В результате дальнейших оперативных мероприятий нашли предполагаемое оружие. В настоящее время материалы проверки переданы в Калинковический Роск для дачи правовой оценки и установления всех обстоятельств дела. Трое молодых людей попались на кражи из дачи в деревне Ямница Житковического района. Они дважды попытались проникнуть в один и тот же дом, окна которого были оборудованы металлическими решетками. При первой попытке попасть внутрь вырвать их не удалось, поэтому вскоре последовала вторая. Через три дня молодые люди забрались в дом через стену кладовой, вырвав из нее доски. По объяснениям задержанных, именно наличие на окнах металлических решеток вызвало у молодых джентльменов у дачи желание проникнуть в помещение. Вывод был один. Если дом так хорошо охраняется, значит есть что прятать. В итоге из него воришки вынесли электрический наждак, углошлифовальную машинку, портмоне, деньги и свидетельство о регистрации транспортного средства. Все спрятали в лесу в деревянном ящике. Погорели на попытке продать местному жителю наждак. Теперь молодыми людьми занимаются сотрудники следствия. И в завершении печальная новость. В деревне Борщевка Добружского района накануне погибший 61-летний мужчина. В его доме случился пожар. Хозяина подобрал накрытие соседа и вынес на свежий воздух. Потерпевший находился без сознания. Позднее бригада скорой помощи констатировала его смерть. Огонь уничтожил потолочное перекрытие и имущество в доме. Вероятная причина пожара – неосторожность при курении. Основной причиной пожаров остается неосторожное обращение с огнем при курении. Для того, чтобы избежать трагедии, нужно, конечно, соблюдать правила пожарной безопасности. Обязательно надо помнить о том, что нельзя курить в квартире и домовладении. Нельзя выбрасывать бычки с лоджи или балконов. А спички и окурки необходимо складывать в пепельницу, либо жестяную банку, наполненную водой. Ну и, конечно, хочется порекомендовать всем в каждом жилом помещении установить автономный пожарный завещатель, который своим мощным сигналом разбудит даже спящего человека. Это все новости выпуска. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Центральный матч 14-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдет в Гомеле. Завтра в 14.00 на паркете спорткомплекса «Локомотив» сойдутся БЧ и ВРЗ. Хозяева площадки в Гомельском дерби – железнодорожники. В их пользу и статистика личных встреч в текущем чемпионате. В первом круге БЧ праздновала победу. В турнирной таблице команда Дмитрия Камека на первом месте, ВРЗ на третьем. Параллельно в Светлогорске ЦКК сыграет со столичной охраной «Динамо». Еще одно дерби, правда, товарищеское. Завтра футбольный клуб «Гомель» и «Мозырьская славя» проведут спарринг. Матч состоится в крытом манеже стадиона «Луч» в областном центре. Начало в 15.00. «Гомельская энергия» завтра в рамках чемпионата страны по волейболу ждет в гости Витебский марковый ГТУ. Игра пойдет на арене спорткомплекса «Локомотив». Начало в 17.00. «Энергетики» сейчас на четвертом месте в турнирной таблице. Соперник на восьмом. Команда Жлобинского района стала победительницей областного этапа республиканских соревнований «Золотая шайба» в дивизионе А младшей возрастной группы. Также в региональный финал пробились команды советского и центрального районов Гомеля. Жлобинчане показали стопроцентный результат, одержав победы в обоих поединках. Советский район был обыгран со счетом 9-5, центральный – 10-3. «Хоть нам во второй игре и поменьше шайбу забили, но все равно противник был сложнее». Вторую строчку в итоговом протоколе гомельчане оспаривали в очном поединке. Матч получился напряженным, а спортивная фортуна была на стороне хоккеистов из советского района. Они победили с минимальным преимуществом 5-4 и получили серебряные награды. У команды центрального района «Бронза» кубок над головой подняли жлобинские хоккеисты. Они представят Гомельскую область на республиканском финале, который состоится в марте в Бобруйске. В Гомеле сегодня стартовал второй тур международного баскетбольного турнира «Кубок Феникса» среди девочек 2007 года рождения. На паркете малого зала дворца игровых видов спорта состязаются 8 команд из Беларуси, России и Латвии. Рига, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Курск. География обширная. Беларусь представляет воспитанницы Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Юные гомельчанки на старте провели две игры, обыграли рижские ридзены и уступили московской глории. Оба матча прошли в напряженной борьбе, что позволило спортсменкам сполна проявить бойцовский характер. И набраться необходимого опыта. Это очень хороший турнир в плане подготовки детей. Сейчас мы сыграли две хорошие игры. Сыграли игру с Ригой в упорной борьбе на последних минутах. Выиграли одно очко. И вот такие игры для детей очень хорошо, которые формируют характер в этих играх. Секунды, минуты, где-то проигрываешь, выигрываешь. Дети проявили сегодня характер и выступили очень хорошо. На первом этапе команды разделены на две группы. И после стыковые матчи, по итогам которых и распределятся места. Команда с лучшим рейтингом после двух туров пробьются в финал Кубка Феникса. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова